По просьбам наших зрителей мы анализируем краткометражный фильм «Мама, я вырасту!» производство общественной организации «Общее дело», который заявлен как лучший социальный ролик на тему «Делать ли аборт?» Про нас говорят, что мы за аборты, но это не так. Мы пофигисты, и нам пофиг и на аборты, и на вечную борьбу про лайфа и про чёйца. А мне пофиг. Над нами нет начальства, которое заставляло бы нас принимать по этому поводу какую-либо позицию, и нет спонсоров, которые бы монетизировали контент в поддержку той или иной позиции. И поэтому мы делаем контент по совести и по разуму. Насколько мы поняли, основная сюжетная линия фильма – это женщина захотелась делать аборт, но потом передумала делать аборт. У неё родился ребёнок, который стал врачом и вылечил врача, который много лет назад мог бы этого ребёнка абортировать. Идея однозначно интересная, но вот с реализацией этой идеи в этом фильме всё довольно плохо. В комментариях к фильму пишут про уникальность этого сюжета. Но на самом деле и в кинематографе, и в литературе этот сюжет весьма распространён. Когда от ребёнка пытались как-то избавиться, но он выжил, стал кем-то и сделал что-то. Самый распространённый сюжет – это Моисей из Библии. Фараон велел убивать еврейских детей. Моисей с Божьей помощью был спасён. Вырос, стал великим пророком и отомстил египтянам и вывел свой народ из рабства. Ну и полным-полно в литературе и в кинематографе разных наследников, бастардов, которые в результате разных интриг должны были бы умереть, но их не убили, они спаслись, выросли где-то за пределами своего социума, и потом выросли, стали кем-то и сделали что-то. Но в фильме эта сюжетная линия не раскрыта. То есть не показано, как именно этот ребёнок, которого не абортировали, жил и как стал врачом. А в фильме вообще не раскрыта ни одна сюжетная линия. Сначала какие-то нервные люди в подъезде бегают и говорят бестолковые фразы, из которых не ясно, ни кто эти люди, ни какие между этими людьми отношения. Если эту сцену убрать, а начать со сцены, где девушка по лестнице поднимается в кабинет врача делать аборт, то не изменится ничего. Одно из главных правил, хоть режиссёра, хоть сценариста, если сцена не ведёт к раскрытию сюжета, эта сцена должна быть удалена, её надо убрать. Не тратите эфирное время, уважайте зрителей. Другими словами, если на сцене есть ружьё, то оно должно выстрелить в одной из последующих сцен. Например, в фильме несколько сюжетных пустоцветов. То есть, есть такие сцены, которые никак не служат развитию сюжета, но из которых мог бы развиться самостоятельный сюжет. Например, сцена в подъезде могла быть развита в рассказ про отношения мальчика и двух девочек. Любовный треугольник типа. Сцена, где врач упоминает часы прадеда, могла быть развита в исторический сюжет про этого самого прадеда. Где мои часы? Но ничего этого нет. Хуже всего, что не развита главная сюжетная линия про аборт. Не показано и даже не сказано в титрах, почему девушка захотела сделать аборт. Я не знаю, что ещё делать. И почему вдруг передумала делать этот аборт. И как спасённый от аборта ребёнок стал врачом. Ну, как минимум, что я не зря пришёл на этот мир. Если тема не раскрыта, однозначно не зачёт. Ну, что стоило автору сделать в первой сцене, что девушка говорит мальчику, я от тебя беременна. А мальчик говорит, а мне пофиг. Мне дети не нужны. Квартира моя. Живём вдвоём на мою зарплату. И я хочу видеть в своей квартире только любимую женщину. Но не детишек. Поэтому, если хочешь жить со мной и дальше, то давай, делай аборт, деньги даю или проваливай прочь из моей квартиры. Следующая сцена у врача, где девушка рассказывает мотивацию на аборт. Мотивация такая, чтобы сохранить отношения с мужчиной. А врач говорит, что сделать аборт, в принципе, можно. Но, скорее всего, этот мужик тебя всё равно рано или поздно бросит. То есть аборт не поможет решить проблему. Говорит врач, как опытный человек. Ну, или это говорит не врач, а пациентка в больничной палате. Может, я вырасту, стану врачом. Чтобы вторую актрису задействовать. То есть, например, мотивация к аборту – негде жить. Следовательно, мотивация отказа от аборта – это решить жилищную проблему. Или врач, или пациентка рассказывает про работу в больнице какой-нибудь санитаркой. Где предоставляют общежитие. Где есть вакансии. И где лояльно относятся к женщинам с детьми. Просто стишок никого не отговорит от аборта. Потому что любая идеологическая надстройка держится на материальном базисе. Сначала уберите мотивацию делать аборт. А потом уже говорите про мораль, нравственность и про радость и материнство. Смотри, не перепутай. Ну и соответственно, девушка работает при больнице. Потом идет учиться. Становится медицинским работником. Ребеночек смотрит на маму и тоже хочет стать врачом. И в конце концов, становится врачом. Все. Готов сюжет короткометражного фильма. Где одна сцена логически вытекает из другой сцены. А то, что снято, однозначно не за счет. Фильм должен средствами кинематографа рассказывать историю. А он не рассказывает ничего. Это даже не социальная реклама. Социальная реклама снимается совсем иначе. Например, детским голосочком прочти стишок. «Про маму я вырасту» на фоне мотивирующего видеоряда. Все. Милая мама, позволь мне родиться. А это именно неудачная попытка снять художественный фильм. По поводу каких-то духовных или нравственных идей. Их также не раскрывает фильм. Например, из фильма не видно, что аборт приводит к чему-то плохому. А отказ от аборта приводит к чему-то хорошему. Даже некоторые хорошие идеи испорчены их реализацией. Если сердечный приступ случился в больнице, это самый лучший вариант. Потому что медицинская помощь будет оказана максимально быстро. В этой ситуации скорость оказания помощи гораздо важнее квалификации врача. В современной медицине от врача мало чего зависит. Чтобы спасти человека, его надо доставить в больницу и сделать операцию. А для этого надо, чтобы была больница. Чтобы эта больница была не закрыта на ремонт. Чтобы была машина скорой помощи. Чтобы эта машина смогла проехать. Чтобы был не один хороший врач, а была медицинская бригада, готовая к выполнению операции. Конкретной причем. Хороший врач, который не в больнице, а который на бирже труда, или который торгует биодобавками на рынке, он никого не спасет. И про сцену с часами. Идея-то вроде хорошая. Что врач помог найти потерянные часы. Но реализовано это, как будто врачи хотели эти часы украсть. И только когда пациент проявил настойчивость, то эти часы решили ему вернуть. Где мои часы? Я уже три дня не могу их допроситься. Я понимаю. И верить ли после попытки кражи часов. Тому, что говорит врач про себя. Что его мать отказалась от аборта. Знакомый стишок. 28 лет назад он спас мне жизнь. Правду ли он говорит? Или разводит на жалость, чтобы подоить пациента. Развести на какие-нибудь денежки или подарочки. И это удалось. Я понимаю, что сейчас начнутся комментарии, что автор хотел сказать совсем не то, что мы подумали. Так вот, то, что автор на самом деле хотел сказать, он должен был реализовать средствами кинематографа. И этого не сделал. А зрительский суд самый суровый и беспощадный. В общем, желаем авторам фильма творческих успехов. Если не получается в художественном кино, то может быть имеет смысл снять что-нибудь научно-популярное или полемическое. Мы, как блогеры, делающие контент, посвященный в частности теме абортов, готовы к сотрудничеству с вами, например, в качестве разумных оппонентов. А чтобы не говорили, что критиковать все гораздо, мы ваше стихотворение сейчас художественно обработаем. Но по-своему, по-блогерски. У нас нету такой материальной части, чтобы снимать художественные фильмы. В общем, такой стишок используют в качестве противоабортной агитации наши любимые оппоненты. Называется «Может, я вырасту».